Как известно, главное увлечение сочинских пенсионеров – садоводство. А для кого-то и вовсе наличие огорода – жизненная необходимость. Приятное – пожилые горожане совмещают с полезным, и выращенные фрукты и овощи продают. Такая возможность у них появилась с появлением в Сочи социальных торговых рядов. Вот и Марина Бородкина, несмотря на то, что проживает в квартире, членов семьи кормит продуктами, выращенными лично. Жильцы 10-го дома по улице Ясауленка придомовую территорию решили разделить на участки, с одного из которых пенсионерка и снимает свежий урожай. Огурчики, помидорчики, яблоки посадили. Всего не купишь, а тут своё. Ну, остаются немножко излишки. Пошли там, чуть-чуть продали, что-то есть. Пошли там, мороженое детям купили. За место платить не надо. Социальные ряды нам очень помогают. Спасибо нашему Пахомову за всё, что он для нас делает. Ну, это как бы нам помощь. Понимаете, хотя бы какая-то. К пенсии прибавочка. Домашние, свежие мои хорошие, вкусненькие. Дары нашего города. Инициатива создать в Сочи социальные ряды действительно принадлежит главе города. Первые такие прилавки в районах появились ещё в 2016 году. Отклик нововведения получила как у продавцов, так и у покупателей. Последние теперь могут покупать свежие продукты, избегая перекупщиков. Именно поэтому ряды решили расширять. Ко всему прочему, они позволяют легализовать торговлю. Местные садоводы-огородники не должны торговать у обочин дорог, мешать уличному движению и вызывать протесты со стороны продавцов магазинов. Это сельскохозяйственные ярмарки, которые осуществляются на безназвездной основе. Заключаются договора с гражданами для того, чтобы получить договор, разместиться на этом месте. Гражданину необходимо обратиться в администрацию внутригородского района по месту нахождения такого ряда, предоставить, конечно, документы, подтверждающие, что у него есть земельный участок, который он использует, выращивает свою продукцию. И в случае наличия мест договор с ним будет заключён. Данный договор носит безвозмездный характер, как я уже говорила. Позволяет нам бороться с несанкционированной торговлей. Это улица Черноморская, микрорайон Светлана. Такие же соцреды. А узнать их можно по деревянным прилавкам, можно найти и в Хосте, и на Бытхе. Место за таким прилавком оплачивать не нужно. А потому и продаются здесь сочинские овощи и фрукты по ценам значительно ниже магазинных. Социальные ряды будут и дальше появляться там, где это необходимо. Есть они и на ярмарках выходного дня. Из 240 мест – 70 для местных садоводов. Пока есть спрос, отмечают власти, будет и предложение. В ближайшие дни новые соцреды установят в микрорайоне Кудепста. К слову, работать легально власти города приглашают не только пенсионеров. Вести официальную торговлю призывают всех мелких огородников Сочи. По мнению мэра, важно следить за тем, чтобы эти места не заняли перекупщики. Главная задача социальных рядов – дать заработать местным производителям. А расходы для обеспечения санитарных норм муниципалитет взял на себя.